Почти 40% жительниц Ярославской области рожают своего первого ребенка в возрасте от 25 до 29 лет, и эту проблему считают власти. Женщины, родившие первого ребенка поздно, редко решаются на второго, поясняют эксперты, как результат спад рождаемости. Эту тему обсуждали на заседании регионального правительства. Несмотря на многочисленные программы по поддержке семей, действующие в области, вопрос стоит остро, считают власти. Кроме того, институт семьи теряет престиж. На решение этих проблем направлена региональная концепция семейной политики. Документ принят сегодня, он рассчитан до 2025 года. Мы попытались и нашли вот те, наверное, болевые моменты, те, наверное, проблемы, которые сегодня существуют. И вот наша задача, в первую очередь, попытаться в два этапа, первый этап до 2018 года включительный, второй этап с 2019 по 2025 год, данные проблемы решить. Подвели и итоги. Программы газификации и водоснабжения за этот год в регионе исполнены почти на 100%. Голубое топливо провели в 2200 квартир и домов. Из областного бюджета на это выделили более 200 миллионов рублей. На следующий год обещают не меньше. Болевой точкой остается газификация в селах. Если в городах голубым топливом обеспечено в среднем 90% домов, то за их пределами цифра составляет только 30 с небольшим процентом. Придерживаться планов будут и по вопросам водоснабжения. Мы очень все в Российской Федерации рассчитывали на продолжение программы «Чистая вода». Это в рамках воды. Но эта программа пока заморожена. И уже второй год она, похоже, действовать не будет. Соответственно, без федеральных средств мы даже увеличили выделение региональных средств. Регион выделил денег больше, чем даже в 2014 году. Также принята была программа развития электроэнергетики в области. Основной акцент в ней ставят на модернизацию сетей и оборудования. Сейчас их общий износ в регионе составляет 70%. Нина Колтина, День Срамашов, День в событиях.